Роман Лысковец первых дней в Бобруйске ощутил протянутую руку. Молодому специалисту предоставили комнату в общежитии со всем необходимым – диваном, холодильником, столом и тумбами. Комфортное место для разработки своих уникальных идей. Работает парень во Дворце искусств, руководит народным хором ветеранов труда. Поступил в Государственный институт культуры и искусств, проучился четыре года и закончил по классу дирижирования академический хор. Меня встретили хорошо. Я устраивался 1 августа на свой день рождения. Коллектив в виде этого поздравлял каждый день моего рождения. В обязанности входит распевание, разучивание репертуара, постановка, проработка. То есть мы будем партиями учить и ставить программы номера. Распределение – не просто уверенность в первом трудоустройстве. Это возможность найти постоянное место работы с грамотным руководством и хорошим отношением, без десятка собеседований. Отличный пример жизни Кристины Марковой. ЖКХ девушка отдала уже 9 лет. Начинала как простой мастер. Сейчас в статусе заместителя директора. Если человек приходит, который хочет учиться, который не просто пришел отсидеть свой рабочий день, чтобы его никто не видел и не слышал. Если человек хочет чему-то новому учиться, знать и помогать людям, как мы делаем в нашей работе, я думаю, что у всех возможен карьерный рост. Среди молодых специалистов есть и те, кто выбрал целевое направление. Шансы закрепиться на первом рабочем месте минимум на 5 лет. К примеру, в медколледже в этом году таких больше 50. Фельдшеры, помощники, врачи, акушеры и медсестры. Как отметил президент, это большая льгота. Политика государства обеспечит неравных возможностей. Процент родоустроенных лиц бюджетной формы обучения за последние несколько лет не меняется и составляет 100%. Что касается географии нашего распределения, то, конечно, в первую очередь наш колледж закрывает потребности средних медицинских работников нашего региона Могилевского и города Бобруйска. Это порядка 74% выпускников. Остальные 26% трудятся в других регионах нашей страны. Приток кадров сейчас ощущают предприятия и организации по всей стране. Благодаря государственной поддержке свыше 60 тысяч выпускников устроились на работу. Молодые специалисты защищены законодательством, получают подъемные и единовременные пособия, если переехали в другой город. Плюс доплаты в зависимости от сферы деятельности. Многих обеспечивают жильем и всячески поддерживают. Можно рассчитывать и на льготный кредит. Все, чтобы каждый успешно реализовался на профессиональном пути. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.